Татар Мультфильм Вы знаете, это тот случай, когда сошлись все звезды. Это действительно легендарное произведение, замечательного драматурга, более 30 лет не сходившее со сцены театра. Крой в роли и камень. Да, роли исполнили шикарнейшие актеры, актрисы. Это все легенда. Это настолько внутри татарстанский продукт, что сделать его еще и анимационным фильмом для нас большая честь и была нашей мечтой на протяжении 10 лет. Вот. Пожалуйста, посмотрите, я с собой как всегда принес интересные книжки. Ой, а как красиво. Ой, блестит. Это что за произведение искусствия, я бы даже сказал. Это комикс по мотивам нашего анимационного фильма. Да, кстати, я читала, что комиксы тоже. По этому произведению существуют и комиксы. Я была удивлена. Ну а что удивительного? Это в принципе... Ну что это сказать? Это как комедия, что ли? Просто, Светлана, произошла такая сейчас ситуация, конкретно у меня говорю. Вот мы привыкли, что наша республика впереди всегда. Но на этот раз наша республика даже настолько впереди, что я даже живя в республике не знал, что настолько. Представляешь? Невероятно. А мне вот стало интересно, все-таки, анимационный мультфильм, мы привыкли, то есть, ну такое мнение сложилось уж, то, что это все-таки, это же для детей, все-таки, в первую очередь рассчитано, да? А здесь вроде как история и персонажи такие очень взрослые, я бы сказала. Ему ведь, главному герою, 91 год, по-моему, да? В спектакле, да. В спектакле, да. Да, а у вас? Он еще маложавый достаточно. Мы не говорим его возраста, не называем его возрастом, он просто уже очень старенький. Бабайка. Бабайка, ветеран Великой Отечественной войны в нашем сценарии, потому что мы его адаптируем под нынешнее время. Да, 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 да. Вот. Но, несмотря на свой возраст, он жизнерадостный, просит бабушку, которая живет с ним по соседству, выйти за него замуж. Он не то, что жизнерадостный, он еще хитрец тут. Очень хитренький, очень веселенький, очень-очень любит свою жизнь. Это та философия, которую мы пытаемся донести с экрана нашим зрителям. Что для того, чтобы жить счастливой жизнью, радоваться, любить ее, не обязательно быть великим ученым, поэтом, писателем, выдающимся деятелем. Важно иметь эту любовь, искринку внутри своей души, внутри себя. И тогда она зажигает и окружающих. Да, и играет разными красками. Я хочу добавить, в любом возрасте, что немаловажно. Спасибо большое, Светлана, напомнила очередной раз, мои сезены недостаточно тебе. Расскажите, пожалуйста, как долго проходила вот такая работа? Я просто смотрю вот только вот на эту сейчас. Я вижу, что у тебя есть книжка, я вижу, как у меня есть, а как работа над проектом проходила. Сколько долго? Это ребенок, который рождался действительно в муках. Первоначальная идея создания анимационного фильма «Альмандар» у нас возникла в 2015 году. Так. Вот. Но стали готовы к ее осуществлению мы только полтора года назад. Год активной работы пошел на именно создание анимации. До этого примерно полгода, год писался сценарий. Разрабатывались персонажи. Конечно, конечно. Нужно сделать так, чтобы... Целью ведь нескольку этого проекта. Первый – это те люди, которые видели легендарный спектакль своими глазами, посмотрели анимационный фильм и сказали «хорошо». Вторая цель – те, кто не видели спектакль, посмотрели анимационный фильм и сказали «вау». И третье – чтобы донести до даже детской аудитории... Потому что спектакль все равно он для более старшей аудитории. Да. Там даже написано, что это трагическая комедия. Несмотря на то, что Министерство культуры Российской Федерации в прокатном удостоверении на этот фильм указало возрастной ценз 6+, мы рекомендуем его смотреть лицам от 12 лет. Чтобы, ну, никаких там нет ничего такого. Осозненно скажем, чтобы уже все равно... Совершенно верно. Маленький человек мог осознать. Совершенно верно. Но, учитывая развитие современных детей, 6+. Сомнений точно нет. Приходите тоже. Скажите, пожалуйста, нам известно, что и персонажей озвучили актеры Камаловского театра. Совершенно верно. Так что, в любом случае, Камаловский театр... Они на сцене играли, этих героев? Только один. Да. Это Равиль Шарафеев, народный артист Советского Союза, Республики Татарстан. Он озвучил как раз-таки свою роль – роль Ажаля. А роль Альмандара озвучил Эмиль Толипов, специально пародируя голос Шауката Бектемирова. Невероятно, он это умеет делать, если слышали. Я лично слышал и прекрасно понимаю, о чем речь. Вот еще хотел сказать, что снова, так или иначе, Камаловский театр связан с Альдромштаном Альмандаром. Так или иначе, да. Они и здесь, и в выпуске... Ну, конечно. Вообще постановка 30 лет, насколько я знаю, шла, да? Да, 34-34 года, да. Это как бренд, наверное, уже, да? Но здесь есть еще другая ситуация. Мы все уже видели и знаем, Альдромштан, Альмандар, всю вот эту историю на татарском языке. Будет ли мультфильм на русском? Есть ли идея... Дубляж, по крайней мере, да. Я вам отвечу, развернуто. Да. В наших планах действительно есть создание полностью русскоязычной версии анимационного фильма. Это не просто дубляж, это еще и такая технология, как липсинг. То есть мы чуть-чуть видоизменим анимацию так, чтобы ротики у персонажа открывались... Синхронненько, абсолютненько. Да, да. Какие... Ну, большие планы такие, глубокие, я бы сказала, глобальные. Ну, и теперь, наверное, где мы увидим, когда увидим? Да. Очень скоро состоится премьера. Уже скоро. Очень скоро, да. После этого... Куда-то дальше вы собираетесь продлиться? Да, мы уже приглашены на несколько фестивалей анимационного кино. После фестивальной судьбы мы планируем выход в широкий прокат. Мы очень надеемся, что этот продукт, этот фильм станет первым татарстанским анимационным фильмом, вышедшим во всероссийский прокат. И мы тоже на это надеемся. Очень сильно на это надеемся. Искренне вам желаем этого. Желаем успехов, абсолютно желаем успехов. Как вот тебе будем ждать, конечно, будем ждать, потому что это легендарная история, которая будет иметь, очень надеемся, свои легендарные продолжения. Продолжение следует...